Накануне такое же совещание состоялось в Ядрине. Глава республики Михаил Игнатьев побывал в городе Насуре, где ознакомился с работой ряда предприятий, а потом принял участие в подведении итогов социально-экономического развития за 2013 год. Одно из динамично развивающихся предприятий Ядрина – мясокомбинат. Здесь выпускается широкий ассортимент колбасных изделий, мясных деликатесов. В 2013 году в эксплуатацию ввели новый цех по производству мясных полуфабрикатов. Нам удалось поднять производительность труда и за счет этого снизить себестоимость выпускаемой продукции и улучшить экономическое состояние предприятия. Перед строительством цеха полуфабрикатов мы вполне конкретную цель ставили, а именно поднять производительность труда, снизить себестоимость выпускаемой продукции, снизить зависимость качества от человеческого фактора. Вот эти вот параметры были при запуске этого предприятия, они были все цели достигнуты. К слову, все, что производит мясокомбинат, сделано исключительно из сырья, закупаемого от местных сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств. Это все положительно сказывается на качестве товара, отмечает директор предприятия Сергей Якушев. Завод попускает 38 номинований полуфабрикатов, причем только пельмени, из них 12 видов. По рейтингу продаж вот этот сорт пельменей большую долю занимает. Это номинование практически все мясокомбинаты делают. И покупатель выбирает по цене. Это соблюдаем. Забоиск это соблюдается? Обязательно. Часть готовой продукции поступает в торговые сети республики. 15-20% реализуются в Нижегородской области. Михаил Игнатьев отметил, что предприятию нужно завоевывать новые рынки, вытесняя некачественные товары. В Доме культуры гостей встретил Народный ансамбль «Вирьял». Народные умельцы, как всегда, удивляли посетителей своими талантами. Вышивка, ткачество, резьба по дереву. Глава республики порекомендовал мастерам продвигать свои изделия не только в районе, но и активнее участвовать в конкурсах республиканского масштаба, таких как «Русь мастеровая». На совещании, посвященном итогам социально-экономического развития Ядренского района за 2013 год, было отмечено падение объемов производства картофеля и овощей, но они меньше, чем в среднем по республике. А по валовому сбору зерновых культур обеспечен рост объемов производства. Во всех хозяйствах района сохранилось поголовье крупного рогатого скота. И это приятно. Большое внимание на совещание уделили вопросам демографии. Михаил Игнатьев призвал местные власти усилить работу по пропаганде здорового образа жизни, что, несомненно, должно положительно сказаться на продолжительности жизни ядренцев. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Там же глава Чувашии вручил награды лучшим работникам, свидетельства на стипенди и инициативным молодым людям, а также сертификаты на федеральный и республиканский материнский капитал. А тренер-преподаватель по самбо и дзюдо Ядренской дюжс Александр Семенов и студент Новочебоксарского училища Олимпийского резерва Евгений Паркин получили сертификаты на поездку в Сочи. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому